Городские площади. Пожалуй, с появления самых первых поселений на земле, самых первых городов, площади играли огромную роль в жизни людей. Здесь встречались, расставались, воевали, мирились, приходили себя показать, да людей посмотреть. Сегодня с вами мы прогуляемся по самой первой площади города Барнаула, Соборной, ныне Площади Свобода. Она находится между социалистическим улицами Ползунова и Пушкина, а когда только появилась, а было это аж в середине 18 века, в городе была всего лишь одна улица, Рябсовская. Проходила она по территории нынешнего Центрального парка. Площадь назвали Соборной в честь первого тогда деревянного Петропавловского собора. Через пару десятков лет на его месте возвели новый каменный, который выселся над городом вплоть до 1935 года. Собственно, нынешний СОЦ тоже долго был Соборным перелуком. Бюст Ивана Ползунова отмечает примерное место, где, скорее всего, был похоронен знаменитый изобретатель первой промышленной паровой машины. Здесь, на Площади Свободы, было и самое первое в Барнауле элитное, что называется, кладбище. Когда город начал расстраиваться, новое кладбище сделали на горе. Если Демидовская площадь была, скорее, парадными воротами города, то Соборная была просто главной, настоящим центром Барнаула. Кровический музей, даже переезжая, оставался все равно здесь. Главное управление Алтайского округа, контора купца Морозова, богадельня, женская гимназия, кстати, последняя, даже отреставрированная, хранит следы довольно интересного сооружения. Хотя, то же самое, лучше посмотреть на другом здании, находящемся рядом, аптеке Крюгера. Эта стенка называется брендмауэр или фаерволт, слово, знакомое многим программистам и не только. Иногда ошибочно это слово переводят как стена огня. На самом деле, это иначе переводится противопожарная стена. Она защищала здание от огня во время больших пожаров. Некоторые историки считают, что если бы в Барнауле на момент пожара 17-го года таких стен было бы больше, город уцелел бы. Угловое здание, примыкающее к театру кукол, дом Петра Казакова, управляющего кирпичными складами сухого избитнего. Мы еще отдельно коснемся его истории и сделаем любопытное открытие в одном из следующих сюжетов. А пока заметим одну не самую приятную деталь. А здание, что за моей спиной, его башенку еще осенью прошлого года украшал причудливый металлический орнамент. Увы, после урагана этот орнамент сначала упал, а потом бесследно исчез. Нам, к сожалению, до сих пор никто не мог объяснить, куда он подевался. Если вы что-то знаете о судьбе этого необычного, очень интересного украшения, пожалуйста, сообщите нам. Несколько лет назад местные энтузиасты обнаружили уникальные кадры, сделанные французским кинохроникером в период Гражданской войны. В том числе 15 июня 1919-го колчаковские части идут парадом от нынешнего Красноармейского на Соборную. Забавно, вот это крыльцо, попавшее в кадр, живо до сих пор. Кстати, площадь в то время была уже два года как переименована в «Свободы». Оно видело революцию, гражданскую войну и видит в сегодняшние дни. В 35-м собор взорвали, но главная площадь осталась. Места теперь было много, и тут соорудили один из первых в Сибири памятников Ленину. Простоял он недолго, и согласитесь, слава богу. Здесь же разбили сквер, поставили фигурки советских школьниц. После войны установили бюст герою-летчику Плотникову. В 48-м отсюда стартовала первая трамвайная линия, отсюда же ходил автобус «Базар-вокзал». А еще, вплоть до недавних пор, каждый год ставили новогоднюю елку. Рассказывали, что когда кто-нибудь подшафе или по какой-то другой причине на ледяном городке калечился, люди говорили, мол, не гоже на бывшем кладбище веселиться. Так что вполне в духе русского народа это место уже в 21-м веке стало и местом покаяния. И здесь поставили памятник репрессированным. Говорят, история повторяется, так что, может, однажды она снова станет в каком-нибудь смысле соборной. Как знать. На этом сегодня мы заканчиваем нашу небольшую прогулку. И в следующий раз прогуляемся по новым известным и не очень местам города Барнаула. Илья Кочетков, Александр Антропов, информационный канал «Город».